Друзья, к нам на экзегет поступил вопрос, вопрос очень важный. Идти ли на исповедь, если нет раскаяния в грехе? Друзья, пока я открываю послание апостола Павла к римлянам, где очень подробно рассказывается, как действует внутри нас грех, я бы хотел сказать, что есть два понимания греха. Грех как преступление закона Божия и грех как болезнь души. Поэтому, если мы говорим про некое преступление и совесть нам подсказывает, что мы именно нарушили закон Божий, то, конечно, стоит в этом не только раскаиваться, но и идти на исповедь. Ну, в конце концов, я даже вспоминаю, когда в детстве что-то без спроса брал, мне далеко не всегда совесть в этом укоряла, но я понимал, что нужно, если я хочу примирения, нужно об этом рассказывать. Но если мы понимаем грех как именно болезнь, то хочу заметить, что, вот как апостол Павел пишет, смотрите, в шестой главе, в послании к римлянам пишет. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, так как вы не под законом, но под благодатью. То есть, если мы понимаем грех как некую болезнь, которая именно царствует внутри нас, то здесь мы и правда привыкаем к этому. Иногда получается так, что даже добродетели нам не нравятся. Настолько мы любим грех. Я человек полный, и не буду от вас скрывать, что я люблю есть. И мне не нравится, на самом деле, воздержание. Я понимаю, что оно правильно, я понимаю, что это полезно, и даже когда я начинаю воздерживаться, мне от этого хорошо, но я очень люблю черевоугодие. И поэтому каяться в черевоугодие мне всегда очень сложно, мне прям не хочется ни раскаяния, ни чувства, и всегда могу это как-то оправдать. Но все-таки, когда мозги включаются, когда совесть моя наконец-то вылезает из подполья, я понимаю, что просто черевоугодие царствует во мне. Вот так же и вы, дорогие друзья, если вы чувствуете, что нет никакого раскаяния, возможно, просто грех уже царствует. Знаете, болезнь уже запущена. И здесь нужно привить веру. Веру в то, что Господь вам в том же числе и через таинство покаяния откроет, откроет некую реальность. И вы увидите, насколько мерзок, на самом деле, этот грех внутри вас. И тогда вам будет, конечно, гораздо проще в нем исповедоваться. Так что, конечно, нужно идти. И также можно исподи прямо так и говорить, что, Господи, вот каюсь в грехе, а... Вот, и прости меня, Господи, то, что совершенно не чувствую раскаяния. А если уж совсем наберете смелости, можно сказать, Господи, прости меня, что и добродетели, которым ты меня призываешь, они мне неприятны. Я вообще на тебя раздражаюсь, Господи, что ты вот запретил вот это, вот это и вот это. Как было бы прекрасно, Господи, если ты все бы нам разрешил. Но так как мы понимаем, что Господь прав, и хоть нам это не всегда приятно признавать, все-таки идите и наследуйте вечную жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.